По итогам 2023 года областным филиалом Адельдек Жоле было сэкономлено более 1 миллиарда тенге в рамках мониторинга портала государственных закупок. То есть это те государственные закупки, которые были отменены, либо внесены корректировки. Кроме того, порядка 30 административных протоколов было составлено по обращениям нашего филиала. 17 должностных лиц было привлечено к дисциплинарной ответственности и вынесено 5 предписаний уполномоченными правоохранительными органами. В целом, как вы знаете, мы проводим активную работу по общественному мониторингу, в том числе социально значимых объектов, так как эти вопросы в большинстве случаев волнуют наших граждан. В нашем объединении имеется единый колл-центр 1463 и сайт Адельдек.кз, в который поступают периодические обращения граждан, естественно, в рамках их рассмотрения, в том числе рассмотрения резонансных объектов, так называемых долгостроев в народе. Мы выезжаем на социально значимые объекты, привлекаем экспертов, допустим, в сфере дорожных работ или в сфере строительства для того, чтобы провести визуальный осмотр и нести свои рекомендации, если проект на стадии реализации проекта. В случае грубых нарушений, соответственно, нашим филиалом формируется заявление уже в уполномоченные правоохранительные органы или уполномоченные государственные органы, у которых имеются контрольно-надзорные функции. Стоит отметить отдельно, наверное, рост или тенденцию рассмотрения обращений уполномоченным органам в лице ГАСКО области. С осени прошлого года, как вы знаете, активно ведется работа с исполнением договорных обязательств подрядными организациями и организациями технического и авторского надзоров. В этой связи хотелось бы в первую очередь обратиться к гражданам, к жителям нашего региона, что каждый гражданин в каждом населенном пункте реализует социально значимый объект, будь то строительство дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, будь то ремонт дорог различных уровней, средний, капитальный и так далее. При каждом реализации проекта выделяются бюджетные средства, то есть народные деньги и в первую очередь должна быть заинтересованность населения. Если вы видите низкую организацию труда в виде отсутствия рабочих на местах, если вы видите какие-либо нарушения, в том числе техники безопасности, имеют соответствующие уполномоченные органы, которые готовы рассмотреть ваше обращение, поэтому призываем работать в правовом поле, не быть равнодушными в первую очередь, работать на результат. В этой связи нами в текущем году особый акцент в 2024 году будет сделан на обучение и расширение, так скажем, правовых знаний наших жителей. Будут запущены обучающие видеоролики, в том числе по мониторингу портала государственных закупок и правовому обучению. Кроме того, мы как представители общественности принимаем участие в выездных мероприятиях Акима региона. И здесь отдельно хотелось бы отметить позицию нынешнего главы Марата Муратовича, который делает особый акцент на, так скажем, чистку недобросовестных подрядных организаций. Поэтому надеемся, что в текущем году все социально значимые проекты нашего региона будут реализовываться добросовестными подрядчиками в срок, и каждый житель нашего региона увидит плоды всех наших стараний.